Глубоко уважаемый председатель, глупоко уважаемые коллеги, очень необычно выступать, когда не видишь глаз и аудитории, но я буду пытаться тренировать воображение. Наш доклад действительно перекликается по подходам с первым докладом, который прозвучал из Австрии. У нас скромный опыт по мультимодальной подходу в лечении злокачественной мезотелиомой плевры, но тем не менее мы хотим поделиться своим опытом, чтобы у нас уже имеется представление, в каком направлении нужно двигаться. То, что злокачественная мезотелиома плевры является чрезвычайно агрессивной злокачественной опухолью и с медианой выживаемости в 12 месяцев и в зависимости от гистологического подтипа с лучшей выживаемостью при эпителиоидной форме злокачественной мезотелиомы нам известно. Если говорить о распространенности, то в Европе заболеваемость злокачественной мезотелиомой плевры находится в пределах одного случая 20 случаев на миллион. Причем по графику в левой части слайда четко видно динамика роста. Динамика роста, причем динамика роста со значительным различием мужчин и женщин. Если посмотреть на динамику, которая наблюдается в Санкт-Петербурге, это 21 случай мезотелиомы с 93-го по 97-й год был зарегистрирован. Но с 98-го по 2001-й 53 случая. Причем нет такого роста по заболеваемости. И, как Николай Федорович уже сказал, наверное, это связано еще с ожиданием того, что через 20 или 50 лет мы встретим. Чем характеризуется хирургическое лечение злокачественной мезотелиомой плевры? Прежде всего, высокой частотой локореагионального рецидива. Медианной выживаемости от 9 до 17 месяцев. 35 исследований, которые были проанализированы в метаанализе, говорят о выживаемости от 4 месяцев до 35 месяцев, с медианой 14,5 месяцев. Если мы говорим о панплевропневмонектомии или экстраплевральной пневмонектомии, впервые об этом было сообщено в 1976 году, причем при анализе результатов с 1939 по 1972 годы, об этом впервые заявил Эрик Бутшарт. При медиане хирургического лечения, при эпителиальной мезотелиоме, при эпителиоидной мезотелиоме за это время прооперировано было 17 пациентов и медиана выживаемости 21 месяц. Причем госпитальная летальность составила 31%. Другой подход. Экстраплевральная пневмонектомия и декортикация, органосохраняющая лечение, была опубликована тоже в 1976 году и с медианой выживаемости в те же 21 месяцев и опубликована была Гарольдом Ванебо. Что же такое плевректомия декортикация и панплевропневмонектомия? Рая Флорес, который мы ждали на этот форум, к сожалению, ситуация с пандемией изменила планы Рая, и он в 2008 году опубликовал опыт трех центров, трех институтов, 633 пациента. Причем при плевректомии декортикации это 16 месяцев медианой выживаемости против 12 после панплевропневмонектомии. Но качество жизни после плевректомии декортикации было выше, чем после экстраплевральной пневмонектомии. Но это естественно. Самым большим опытом в одних руках считается опыт, опубликованный в 2015 году Ланзуски, который опубликовал результаты хирургического лечения 102 пациентов плевректомии и декортикации с гипертермической перфузией с системной химиотерапией. Причем 14 пациентов получили предоперационную химиотерапию и 83 пациента послеоперационную химиотерапию. Но вот здесь результаты такого подхода оценены в 35 месяцев. Я могу сказать, что если вернуться, что когда Эрик Бутшарт в 1976 году анализировал результаты хирургического лечения с 1939 года, 10 больных, например, были исключены в результате тонкого морфологического изучения и отнесены к разряду доброкачественных. Мета-анализ 2014 года свидетельствует о том, который Тайоли опубликовал в 2014 году, что летальность при плевректомии и декортикации это 1,7% и 4,5% после экстраплевральной пневмоноктомии. Двухлетняя выживаемость тоже 23 и 25% без статистических различий. Но на что обратил внимание авторы, что после выполнения плевректомии и декортикации появляются большие возможности для проведения адювантной лучевой и химиотерапии. Но это естественно. При нормальном качестве жизни возникают возможности для проведения терапии. Проспективное исследование, Марс. Всем известно, что результаты закончились в пользу плевректомии и декортикации. Но я хотел бы также обратить внимание, что из рандомизированных пациентов до рандомизации 55% выбыло. В группу для пневмоноктомий было включено 24 пациента, но прооперировано всего 16 пациентов. Три отказа от пациента от операции, два по решению врачей, один смерть во время операции, два интероперационно выявлено прогрессирование. Три летальных исхода в послеоперационном периоде, плюс один в интероперационном, 25% летальности. У 68% больных послеоперационные осложнения, выявлены послеоперационные осложнения. Я хочу задать, может быть, и в АЦКО вопрос. Всем ли больным со злокачественной мезотелиомой, если настолько хорош такой тип оперативного вмешательства, как плевректомия и декортикация, возможно выполнение плевректомии и декортикации? Больная 46 лет, Т1Н0М0. Действительно, по компьютерной томограмме и трудно различимо еще злокачественное поражение плевры, но морфологически подтверждено. Сначала после двух циклов химиотерапии в режиме пеметриксет сисплатин полный регресс, прогрессирование через год, продолженный рост, два цикла еще в названном режиме, и затем оперативное вмешательство в объеме плевректомии и декортикации. Здесь это возможно, технически возможно. Другая пациентка, примерно того же возраста, Т4Н1, и здесь шесть циклов химиотерапии, прогрессирования на фоне химиотерапии, шесть циклов другой линии, уже гемцитабин, карбоплотин, со стабилизацией. И здесь технической возможности никакой для выполнения плевректомии и декортикации. Только панплевропневмонектомия или экстраплевральная пневмонектомия. Мы обладаем опытом лечения 57 пациентов, 36 с учетом хирургическим компонентом, 21 взяты в качестве контроля на фоне консервативной терапии, получали только консервативную системную терапию. Выполнена экстраплевральная пневмонектомия 22 пациентам и плевректомии и декортикации 14 пациентам. Мужчины составили меньшинство, несмотря на то, что эпидемиологически мужчины болеют больше, чем женщины, но в нашем случае оказалось, что меньше, чем женщин, прооперировано. Справа это было 58%, слева поражение 41%. Панплевропневмонектомия выполнена в 61% случаев. Плевректомия и декортикация в 33% случаев. И лобыктомия с плевректомией и декортикацией у двух пациентов это составило 6%. Мы подходим к хирургическому лечению при помощи двух доступов в 4-м межреберии и дополнительный доступ в 8-м межреберии для коста диафрагмального синуса. Поскольку из 4-го, из 5-го, из 6-го невозможно выполнить адекватную циторедуктивную операцию в коста диафрагмальном синусе. И здесь на демонстрации видео видно из дополнительного доступа в 8-м межреберии можно выполнить полностью полную циторедукцию из коста диафрагмального синуса. В сочетанной резекции у 7 пациентов это было предпринято удаление злокачественной мезотолиомы с блок резекции грудной стенки. У 14-ти, у 4-х пациентов с протезированием диафрагмы и это наша принципиальная позиция что протезирование диафрагмы и резекция диафрагмы с протезированием это вынужденная мера и она используется только в том случае если инвазируются все слои диафрагмы. Резекция перикарда это практически 86% это этап оперативного вмешательства поскольку злокачественная мезотолиома инвазирует перикард и уйти выполнить оптимальную циторедукцию без резекции перикарда просто представляется зачастую невозможным. Панплевропневоноктомия травматичная операция но она тоже имеет свое место и в некоторых случаях плевректомия декортикация просто невозможна. Первый этап плевректомии декортикации выполняется по удалению париэтальной плевры с ипсилатеральной медицинальной лимбдисекцией. В два правых видео это когда выделяются мышечные волокны диафрагмы и костодиафрагмальный синус полностью одним мешком. Второй этап это полное удаление висцеральной плевры вплоть до того, что по междалевым промежуткам по междалевым щелям тоже выполняется плевректомия и декортикация легкого. После удаленного препарата зачастую, если этот препарат не вскрылся мешок этот виден париэтальная и висцеральная плевра в удаленном препарате. Интероперационно мы выполняем фотодинамическую терапию и с последующей гипертермической химиоперфузии плевральной полости с исплатином подогретым до 42 градусов. Экспозиция в течение от 60 до 120 минут. Длительность оперативного вмешательства вместе с фотодинамической терапией и гипертермической перфузии плевральной полости составила в среднем 8 часов 26 минут. Это длительное оперативное вмешательство, травматичное, которое сопряжено с определенными особенностями. Пациентка 39 лет, я могу сказать, что после плевректомии и декортикации через 15 месяцев, через практически уже полтора года без признаков прогрессирования и по компьютерной томографии видно, что компьютерная томография 10.04.18 это до и через 15 месяцев после. Явно, что непосвященный хирург или рентгенолог может даже заподозрить отсутствие всякой патологии. Еще раз демонстрирую, это через 15 месяцев после плевректомии и декортикации легкого. Операция тонкая, но она тонкая, травматичная, многочасовая, но она имеет свои и рентгенологические прелести, скажем так. Ну и эта пациентка, например, обратилась к нам с желанием забеременеть, поскольку пациентка 39 лет, молодая, но после химиотерапии и после операционной курс еще лучевой терапии был, поэтому мы некоторое время, я думаю, что еще понаблюдаем пациентку. Непосредственные результаты. Послеоперационное осложнение 61%, но какие? 25% это фибрилляция предсердий, это все фибрилляции встретились после панплевропневмоноктомии. Пневмония 19%, анемия, потребовавшая переливание ретроцитов, содержащихся сред, 9%, несостоятельность швов культи бронха у двух пациентов, хилоторакс у одного пациента. В послеоперационном периоде мы наблюдали в двух случаях летальный исход, один по поводу пневмонии, другой у пациента с несостоятельностью швов культи бронха и развитием МПМ и плевры. Говоря об отдаленных результатах, 14 пациентов из 36 на сегодняшний день живы. После комбинированного подхода медиана выживаемости у нас 24 месяца в сравнении с 10 месяцами после системной терапии. Практически в два раза увеличение результатов по сравнению с просто с химиотерапией. медиана без рецидивной выживаемости 13 месяцев против 7,5 месяцев. Понятно, что в двух случаях у нас до операции был эпителиоидный тип, а после операции оказался бифазный вместе с саркоматозным. И мы сопоставили результаты выживаемости. Понятно, что эпителиоидный тип намного лучше. Ни химиотерапия послеоперационная, ни лучевая терапия в послеоперационном периоде имеется при после лучевой терапии некоторая тенденция к улучшению, но она статистически незначима. Может быть, это обусловлено еще небольшим количеством пациентов, которые прошли лечение. И мне так кажется, очень актуальна демонстрация этого случая. Пациент, который оперирован у нас в разгар ковид-пневмонии, выполнена плевректомия декортикация легкого после четырех циклов пиметриксет цисплатин с фотодинамической терапией и гипертермической перфузией. Пациент через 15 дней после оперативного вмешательства диагностирована SARS-CoV-2 положительная пневмония. Пневмония обусловлена вирусом COVID-19. Мы не сертифицированы по лечению ковида. Пациент был переведен в специализированный стационар на 15-е сутки после оперативного вмешательства. Проводилась комплексная терапия, в том числе и противовирусная. На сегодняшний день пациент выздоровел и выписан с выздоровлением. Много можно говорить о прогнозах, но это пациент, который является для меня совсем непонятным. И пациент, которого мы в 2007 году, это первый пациент, которому мы выполнили панплевропневмоноктомию с блок-резекцией грудной стенки, с инвазией в третье ребро, с фото-динамической гипертермической химиоперфузией. 128 месяцев безрецидивной выживаемости. Практически 11 лет пациент без прогрессирования. Через 11 лет у пациента рецидив в синусе левого гемиторакса. Рецидив идентичный с первичной опухолью. Мы выполнили удаление с блок-резекцией диафрагмы, с блок-резекцией грудной стенки, с резекцией диафрагмы. Пациент сейчас находится на иммунотерапии, но через 11 лет рецидив мезотелиомы плевры. Все нынешнее представление о злокачественной мезотелиомы плевры я бы охарактеризовал так. Если мы планируем комплексное лечение с хирургическим компонентом злокачественной мезотелиомы плевры, то следует отдавать предпочтение эпителиоидному типу злокачественной мезотелиомы, использованию двухторакатомного доступа, при технической возможности выполнении плевректомии декортикации. И если говорить на перспективу, то нужно продолжить поиск предиктивных молекулярно-биологических факторов, более точно свидетельствующих о хорошем прогнозе у пациента со злокачественной мезотелиомой плевры и настроить себя на поиск новых схем комбинированного лечения. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok